София, а почему? Я рассказывал о разных видах йоги. Я рассказывал о разных видах йоги. Ни один из этих конкретных видов йоги я не описывал подробно. Я не подчерпывал преимущества какого-либо вида йоги над всеми остальными. Я просто рассказывал в обзорном порядке, какие существуют виды йоги. Затронута была хатха йога, астанга йога, кундалини йога, бакхи йога и частично дьяна йога. Санхи йога также была затронута. Таким образом, были представлены в моей лекции самый широкий спектр разных направлений йоги. Я предоставил слушателям право выбирать то направление, которое им показалось интересным. Я не агитировал в какое-то конкретное направление йоги. Йога в целом не связана с каким-либо конкретным религиозным поведением. Существует мачнавская йога, которую практикует кишнаэты. Очень большое... Кто забыл наверху рюкзак? ...большое влияние на развитие движения йоги оказали шиваэты. И даже в секторах йога практики, он шиваэтский. На развитие культурной йоги сильно повлияла тантра. Поэтому йога, как таковая, также имеет влияние в буддизме. И, допустим, румынский религамент, один из самых влиятельных религиозноформенностей, Мерчи Ильяда, считает, что элементы йоги можно найти у православных подвижников, у буддистов и у суфи, представителей ислама. А религиозные какие-то постулаты вы озвучили? Не было озвучено ни одного чисто религиозного постулата. Не было озвучено ни одного, и более того, никакого названия конкретной религии я не употреблял. Я также не называл ни одного из религиозных деятелей. Я не называл никакого имени религиозной организации. Я не убеждал служителей, в нужных не присоединиться. Я не призывал служителей практиковать в какую-либо религиозную практику, в какой-либо пульт. Все мои сведения были изложены в не строго академическом, но достаточно просветительски нейтральном порядке. Я предоставил служителям право свободного выбора. Я дал им список литературы, которые можно изучать. И я считаю, что право выбирать мировоззрение – это свободное право каждого человека. Оно не может быть навязано ему извне. В нем невозможно верить заставить силой. Невозможно привлечь этого при помощи какой-то рекламы или при помощи каких-то массовых мероприятий. Человек, который приходит к вере, по-настоящему он приходит к ней сознательно. Сознательно изучая источники, размышляя, молясь. Он самостоятельно приходит к вере и самостоятельно придет свое мировоззрение. Почему я в суде, для меня самый большой вопрос. Если кто-то мог ответить, я бы был в 8 раз. Но я в том, что подобные лекции в 2 раза, когда и в 3 раза, и в 3 раза, и в 3 раза, и в 4 раза, и в 3 раза. И никогда никаких вопросов у них не возникало. Почему вопросы возникли именно в этот раз, для меня лично осталось заявление. Вы пришли на лекцию с адвокатом? Адвокат пришел от меня. Он также интересуется индийской культурой, йогой, вегетарианством. Я даже не знал, что он присутствует. Я узнал, что он присутствует после того, как меня задержали сотрудники. Он просто исключает на ваш ряду. А вы не задерживали претензии сразу? Признайте, мне было бы спросить никаких. Просто взяли и сказали, что придут дежурную часть. В дежурную часть мне все объяснят. Посадили в машину. Причем адвокат присутствовал рядом в зале. Я сказал, что могу принять доверенность на то, чтобы он вел мои дела. Узоверить его на своем нотариусе. Что по закону мне должно быть обеспечено. Сотрудники это делали в этой силе. Адвоката отстранили вот машину. Отстранили мою дуэт машину. Привезли в дежурную часть. И мне дали на подпись какую-то бумагу, с которой даже не дали ознакомиться. Сказали, что я просто покажу подпись. Потом мне все объяснят. Еще сотрудники сказали, что если я подпишу эту бумагу, то меня отпустят и наносят небольшой штраф. А если я не подпишу, тогда они имеют право меня держать 48 часов за решеткой. Как выразился один сотрудник с бомжами за 300 кашами. И что после этого, очень интересно, что будет. Он угрожал мне, что после этого меня сразу повезут в суд. И студия будет задавать мне очень неудобные вопросы. После всего этого два часа я сидел просто в дежурной части. Без всякого объяснения, почему я там нахожусь. Адвокат просил, чтобы меня выпустили. И позвонил ему по телефону и сказал, чтобы я подвался к прокурорту. Адвокат имеет право звонить сколько хочет, я могу пользоваться за телефоном, раз у меня неправильное обвинение. Но сотрудник полиции сказал мне в лучших традициях детективов, что я имею право только на один звонок. Так что если бы я был убийцей, или я вообще как-нибудь серьезный преступник. И он сказал, что если я буду звонить по телефону, он отнимет меня в средние силы. После этого телефон не пришлось выключить. Я сидел за час просто так. И после... Я пошел в туалет, зачем ему? И в туалет были двойные двери. И там встаня я уже взошел телефон, позвонил всем друзьям. Друзья сказали, что знает прокурор, что заявлены про оттесты, когда-то я сказал, что скоро меня выпустят. Я вышел когда из туалета. Сотрудник дал мне чистый ряд бумаги и велел мне написать от руки исписленное обещание, что я явлюсь в дежурную часть. Такого-то числа. И поставил свою подпись. Это я отказался, поскольку бумага была совершенно неофициальная, непечатная, свободного вида. И на ней можно было написать все что угодно. С другой стороны или как-то лучше. И, пользуясь дистанцировкой Конституцией, я ставил свою подпись, потому что сотрудник поставил меня дебилом. Занервничал, начал нефигурно выражаться, ушел. И через 10 минут мне сказали, что я могу идти. Я напомнил так корректно, что вы отняли паспорт и что без паспорта я не могу выйти. Прошло еще минут 10-15, паспорт мне отдали. И с паспортом меня сказали, что я могу идти. Я попросил сотрудника, который стоял у дверей, дать мне копию протокола на руки. Сотрудник смотрел меня не на ум и сказал, какая копия протокола. Ты ничего не подписал, никакой копии не буду. И после этого меня выпустили. О том, что протокол составлен, я узнал уже в конце декабря и от своего адвоката. Оказалось, что протокол был составлен без моего участия, а адвоката просили его подписать в ультимативной форме и сказали, что если он не подпишет, то просто ему не дадут на руки этот протокол. И желая все-таки получить на руки хотя бы какой-то документ об этом деле, адвокат поставил свою подпись. Я не был уведомлен. Единственное, что я получил за все это время от правоохранителей, это только телефонограмма, которая была приказана сегодня явиться мне в суд. Как же вас нашли? Заявитель заявил заранее. Один человек смотрел программу фестиваля, там он увидел, что будет лекция в поединской философии и он заранее, за один, может быть, за два дня предположительно, заявил, что будет вестись религиозная проповедь. Сам он не был на лекции. Признаков религиозной проповеди он не мог доказать, потому что он на ней просто не присутствовал. Но одного этого заявления, просто фактически доноса, было достаточно, чтобы задержать меня и предъявить мне претензии о правонарушении. А со стороны правоохранительных органов были ли намеки на дачу взятки в случае для разрешения дела? Нет, по крайней мере, в такой явной форме нет, не было. Ни намеков, ни прозрачных? Дело в том, что по своей природе человек очень честный, может быть, и были намеки какие-то, которые я должен был распознать, но я этого не умею делать, поэтому я не распознал. Но в явной форме никто не говорил. Религиозную проповедь вы не вели? Я не вели религиозную проповедь, и в том, что я этого не делал, я предлагаю доказательства пяти экспертов, среди них есть религиоведы, востоковеды, и среди них есть востоковеды с мировым именем, которые доказывают, что никаких признаков религиозной проповеди в моей лекции не было. Лекция была не строго научной, там были разные профессиональные огрехи, но это уже чисто научная дискуссия, и она не имеет отношения к закону свободе службы. То есть все пять экспертов единогласно утверждают, что никакого намёта на ВСИО сердце было? Все пять единогласно. У них различные мнения, некоторые считают, что лекция была вполне приемлемой, некоторые считают, что там были ошибки определённые, но это уже чисто научный вопрос, и он утверждает научную проповедь. А суд внял мнение экспертов? Нет, суд отложил дело, а до этого не зашло. Я считаю, что дело было не объективно, что мне не дали договорить, и не дали привести свои самочные аргументы. А в чём причина приостановки сегодняшнего заседания? Я не могу сказать. Я не могу сказать, видимо суд нуждается в дальнейших доказательствах. Не пришёл сам оперуполномоченный, Магомедович Артем Магомедович, его должны привлечь к качеству свидетелей, не пришли сами свидетели, поэтому суд откладывает рассмотрение до вызова свидетелей в суд, и до беседы с оперуполномоченным, потому что он был автором протокола, и только он может объяснить, почему он его составил. На какое число перенесён суд? Вот я, честно говоря... 18, да? 18 января. 18 января. Скажите, на двух словах йога, что это такое по-вашему? Йога от слова «yuj» связывает. Йога, это то, что связывает человека с высшим началом. Как он высшим началом понимает, это его сугубо индивидуальный йога. Но йога является техникой, связи человека с высшим началом. Есть разные виды йоги, которые по-разному понимают, что это высшее начало, но в целом йога не сводится просто к физическим произведениям. В этом была основная тема моей лекции. Что йога не сводится только к асамам. Сейчас очень часто йога преподается только как физическая культура. Как будто бы у неё нет никакого духовного измерения, как будто бы у неё нет требований всего на веку, в соблюдении им норм морали, нравственности, к его духовному развитию, к его философским поискам. А в самом деле это не так. Любое направление йоги прежде всего говорит о философии. И я опирался в своей лекции на очень авторитетные источники йоги, которые общепризнаны. Во всех традициях йоги с этим никто не будет спорить, потому что, допустим, йога-сутры в Патанджире это источники, с которыми невозможно спорить. Это классик йоги. Это авторитетнейший труд по йоге. Или, допустим, Бхагавадгита, в которой 80 глав, и каждый из этих глав заключена в определенном направлении йоги. Это авторитетнейшие труды по йоге. Так, йога-продитика. Это тот источник, от которого мы знаем об асане. Герда Самхи – это тот источник, который в дальнейшем развил конец и асаны, и благодаря которому мы знаем асаны, как они есть. Затем, конечно, это дополнялось, развивалось. Артур Авалон, кундалини-йога, «Зеленная сила» – это, может быть, единственный, практически, серьезный, капитетный источник по кундалини-йоге. Услов-слов-слов-слов-слов-слов-слов. Источник по кундуни-йоге. Продолжение следует...